здравствуйте сразу хочу предвосхитить предупредить возможный в общем-то вполне закономерный вопрос а чего бы это я в рубрике немецкая вторник опять про теракт в крокус сити холли больше все потому что в немецкоязычных сми идет несется раздается тоже пурга что и в русскоязычных такое впечатление что списывали именно оттуда ну а вся так сказать русскоговорящая диаспора в германии вне зависимости от национальности страны исхода но страны образовавшихся на развалинах ссср она естественно пользуется преимущественно русскоязычными ресурсами причем здесь уже без разницы это собственно россия в части прокремлевских всех этих сми это российские так называемые по большей части оппозиционеры это украинские или белорусские интернет каналы youtube каналы пишущая братья типа фейсбука там телеграмма и так далее вещающие опять же на русском языке ну потому что допустим для меня если украинские какие-то каналы вещают на украинском проблем никаких как впрочем и белорусские на белорусском у таковых очень мало ну а для выходцев из россии не знающих славянских языков русские ни разу не славянских топ там чего не говорил в чем бы не был убежден для них конечно русскоязычные так вот выводить в этом потоке как бы это помягче сказать ну скажем в этом потоке органических удобрений ну чтобы youtube не забанил вообще звучало не не очень грубо и по-хански выводить в этом потоке органических удобрений какие-то здравые зерна на основании которых можно сделать определенные выводы составить собственное мнение конечно весьма и весьма проблематично опять же повторюсь не имеет значения информация пришла из русскоязычных каналов или из немецкоязычных я думаю что в англоязычных и в других ситуация примерно такая же но могу ошибаться вся кто-то в курсе пусть меня поправит и так по прошествии нескольких дней после теракта в крокус сити холли основная версия которую за редчайшим исключением поддерживают все будь то израильские спикеры украинские далее по списку это все-таки игил более того вот перед тем как я сел записывать это видео появилась еще информация что там и гил распространил значит заявление что они россии будут еще мстить если те не прекратят значит их сторонников вот арестованных не прекратят над ними издеваться не прекратят пыток и прочее 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 но что на это можно сказать во первых кто-то из умных не помню кто да не суть важно их в говорящем интернет пространстве буквально единицы даже по пальцам одной руки можно пересчитать двух не надо разуваться тем более и снимать носки так вот кто-то умный сказал что объясните мне чего вдруг игил который никогда ничего не вытворял в россии вдруг не просто в россии теракт замутил самой москве или там как это считать у москва большая маленькая бывшая окрестность в общем москва вот основной вопрос чего бы это им вдруг с какого перепугу не говоря про то что скажем исламский терроризм он бывает как показывают все без исключения практически пример он бывает двух видов вид первый как бы от в норд-осте допустим захват заложников и требования чего-то там вот там хамас или кто-то если в израиле кого-то хватает так кричат вот мы их отдадим только это тогда когда выпустите наших там лидеров говори и так далее то есть захват заложников с последующими какими-то требованиями скорее всего без особой надежды на успех но тем не менее и второй вариант это скажем терроризм ради терроризма смысле убийство ради убийств то есть на это идут смертники они идут в одну сторону то есть пока у них есть чем стрелять они будут стрелять и убивать не закончатся патроны значит возьмут нож не будет ножа или потеряют нож не смогут вытянуть из чего-то тело значит схватят стол стол в общем будут крушить и убивать и ранить калечить всех вокруг до тех пор пока их не убьют чтобы соответственно вознестись в их мусульманский рай к слову сказать первый вариант когда захват заложнику какие-то требования по факту по итогу как бы заканчивается вот по большей части вторым вариантом то есть захвативших таки убивают ну правда вместе с ними согласно российским традициям еще десяток другой трети сотню полторы еще и заложник но это уже в россии это это статистика даже говорить не о чем так вот не первый не второй вариант к данному теракту то что это теракт вопросов как бы ни у кого не возникает к счастью да к данному теракту не подходит ни первый не второй то есть тоже можно да нельзя быть ни в чем до конца уверенным на сто процентов нынешнем мире да не только в нынешнем но тем не менее исламский терроризм это не подходит то есть организаторы что-то не доработали убийство мирных жителей убийство скажем посетителей этого концерта без каких-либо требований без лозунгов без ничего ну как-то но смысл но вроде как исламское государство взяло на себя ответственность за этот теракт и теперь вот как я уже упоминал выше распространила заявление что если будут значит пытать их сторонников то они еще чем-нибудь ответят где хоть не знаю хотя бы 50 процентная уверенность что в обоих этих случаях это было исламское государство как сказал еще один умный человек у них нет ни централизованного руководство не тем более централизованного какого-то единого пресс-центра то есть от имени исламского государства в соответствующих сетях знающие арабские то есть написать может кто угодно я бы знал арабский я мог написать создать какой-то фейковый аккаунт будь то телеграмм будь то что угодно то есть вот лично меня эти вот заявки якобы заявление в том что это исламское государство ну извините не убедили от слова совсем что еще до появилась еще одна так сказать ведь ну то что размывается во все стороны растягивается информация это понятно это опять же в традиции российских в россии российских реалий последних десятилетий вот появилась информация что у этих вот штукатуров четверых которых поймали одному уху отрезали другому там еще что-то сотворили их вербовала в таджикистане если кто смотрит это стоя или на ходу присядьте их в таджикистане вербовала украинское посольство вопрос зачем вообще это украинскому посольству и украине целом нигде не стоит ну как это ж нацистский режим хунта там шо угодно но где хоть я не знаю да собственно говоря у этих четверых штукатуров таксистов там мы разнорабочих у них какой-то там татуировка я не знаю я не говорю про удостоверение личности еще про что-то но хоть что-нибудь указывающее что они каким-то образом связаны с исламским государством а да еще пока не забыл новость они там кто-то из них сказал что он там несколько дней назад прилетел из турции а теперь же появилась еще одна версия к тому времени когда это видео выйдет в их доступ на она их будет больше что все эти четверо две недели тренировались турции нравится мне тоже то есть на фоне дружбы в засос с одной стороны между эрдоганом и путиным точнее между путиным эрдоганом так правильнее здесь значит что-то где-то там горшки побили и надо мягко говоря не ложечку так ведерко вот того вышеупомянутого в начале органического удобрения надо плеснуть в сторону турции ну чтоб сильно нос не задирали вообще знали свое место сыграет ли это я как-то в плане действий и даже заявление эрдогана сильно сомневаюсь извините за лексик наложил он с прибором на все эти путинские не только путинские дела у него своя там не мягко говоря не ангел и прочее но у него свой путь примерно как и в китае поэтому то что в ту сторону плеснули ведро органических удобрений так она же не долетит издалека плескаю так что еще ну опять же еще вариант значит выгораживают вроде как иран сирию с которыми у исламского государства там терки они враги не кровные так религиозные идеологические ну вот значит раз исламского государства значит не иран не и сирия тут ни при чем но они собственно скорее всего и ни при чем далее если я и говорил в предыдущем видео вышедшим субботу в рубрике события то не лишним будет еще раз повторить а если не говорил так тем более вариант вот то что показывали эти отрывочные видео кто-то там снимал перед смертью кто-то кому-то удалось сбежать спрятаться остаться в живых и так далее в холле и в зрительном зале были явные профессионалы которые не вчера закончили так сказать курс молодого бойца то есть люди не просто умеющие убивать а привыкшие это делать их как говорили несколько уже человек опять же немного но у них стиль работы вот тот который принят как раз в российских спецслужбах я ничего не утверждаю по поводу российских спецслужб но стиль как раз вот работать по двое то что там рассказывали кто-то там какой-то герои одного там вырубил и спас и жену там и многих еще может быть а дальше два варианта либо плохо вырубил этот собрал манатки добежал до этого пресловутого белого рено хотя тот герой то что было доступно не рассказывает что это вот был тот именно из четверых которых в брянских лесах все-таки взяли либо плохо вырубил либо это был кто-то непонятный потому что опять же профессионалы которые работали по двое ну да удалось этому там во первых профессионал не будет перезаряжать магазин вот на ходу на открытой местности смысле в открытом пространстве он где-нибудь затихарится перезарядить передернет затвор дошлет патрон стволу и но не в ствола так сказать чтобы была готова ность к стрельбе и только после этого выйти то есть это был какой-то либо левый либо уж извините все там чего-то предполагают там фейхин чтоб не говорил ночью я это допускаю а это же может быть а почему это вполне возможно вот я себе позволю допустить что тот герой который спас жену там вырубил причем он не сказал что когда-то служил там спецназе хру или еще где-то ну такой вот долиновитый хлопец так вот тот герой просто это все придумал доказательств никаких абсолютно далее эти которые стреляли и которые как говорили в первые часы потом это уже перестали говорить но в первые часы говорили что ни одного стрельного пустого магазина от автоматов найдено не было то есть они забирали все с собой а потом нашли какой-то разрисованный автомат ну неважно сами принесли еще как-то но несут ну то есть те которые стреляли профессионально убивали можно сказать с удовольствием ну или привычно ладно и забирали с собой все магазины в этом присло пресно памятным белом рено задержанном наконец-то за ним оказывается следили всю дорогу не только в брянских лесах смогли как это обеспечить засаду чтобы не пострадали мирные жители но это отсылка к путину который в украине мирных людей никого не убивает так то есть в том автомобиле не бронежилетов что-то не было сказано хотя говорят на них были бронежилет но кто-то говорит что были кто-то говорит что и не было низ использованных рожков ты отчет и не припомнишь там мы и как это оружие таковое находили но может нашли может что-то пропустил может как раз тот автомат там разрисованы раскрашены граффити якобы может там и нашли ну либо нашли либо сами положили а потом нашли не важно то есть вы меня извините но послушав не жданова не еще там этих самых светанов этих экспертов и аналитиков послушал парочку людей которые судя по всему в этом соображают рискнул на себя взять ответственность и утверждать что в машине было мясо то есть люди которым действительно заплатили или точнее пообещали по 500 тысяч российских рублей в долларах это совсем слезы 5000 долларов то есть для исламского государства не говоря уже про фсб это носущие копейки так то есть им заплатили за то чтобы они в определенное время сели в этот белый рено и поехали как сказал опять же российский пересидент поехали в сторону украины то есть там было с украинской стороны и макно обеспечено с российской как бы там все что заминировано там прочее ну это не суть важно вот они поехали туда при том что на кадрах на видео из холла этого крокус сети да как минимум один раз виден рослый крепкий мужик в камуфляже с овчаркой с немецкой овчаркой что типа но это вроде как кинологи когда начала вся эта заварушка они он свалил оттуда и пошел и как сообщили некоторые их микроавтобус стоял рядом с этим белым рено и они там внутри сидели видели как эти террористы уехали ничего не предпринимали потом правда московская милиция там кто там ну по подчиненности сообщили что это все фейк никого из кинологов там не было но то что пункт опорный пункт полиции отделение полиции и база омона находились в пяти минутах езды от место событий и приехали они через почти два часа там час ну не меньше чем через час это как бы ну трудно отрицать наверное им поздно позвонили надо так думать но если верить тем сообщением что стрелявшие были без масок и даже без бронежилетов то разумно будет предположить что у них были достаточно весомые гарантии что не лицам скрывать не надо потому что их никто искать не будет не опасаться какой-то стрельбы сбоку хоть даже с травматики тоже не надо все было это нормально обеспечить ну и постреляв они вышли где-то может какой мешок может еще куда-то сложили аккуратненько другую какую-то машину которую никто не видел вышли может там каким-нибудь ворами я не знаю я никогда там не был как там что то есть вышли сели уехали сели уехали или сложили куда-то кто-то один повез остальные если были в чем-то одеты запоминающим значит быстренько там сняли светорочек или одели светорочек курточку москве еще пока снег во многих местах лежит смешались толпой просто пошли в развалочку там кто-то сигаретку закурил кто-то еще что то то есть просто растворились их никто никогда нигде искать не будет все внимание вот на этих четверых ну и заключение что можно к этому добавить опять же у зрителей слушателей может возникнуть должен законный вопрос она хрена вот кому это было нужно но первое и наиболее что ли разумно это создать другой кровавый жестокий для всего остального мира сочувственный скажем сочувствие сопереживание создать информационный повод на фоне которого во-первых напрочь забудется все эти вбросы подтасовки и прочее на прошедших выборах меня любимого смысле путина любимого да и в общем-то зверские варварские действительно террористические обстрелы украины тоже как бы будут но если не уйдут как ушли выборы тема выборов но будут как бы не на первых так сказать строчках что тоже в общем неплохо учитывая что они за последние дни там украине с энерго структуры и прочим наворотили будь здоров правда закон бумеранга судя по всему конечно же для черноморского флота да и для российских нпз никто пока не отменял ну а дальше там вот эти все бля-бля-бля по поводу закручивания гаек введения смертной казни мобилизации чуть-чуть извините хрень первосортная все это путь мог сделать да и скорее всего части делается уже давным-давно ну а насчет смертной казни погалкали там депутаты госдоры да и все на это то есть никаких никаких скажем оснований дополнительных оснований путину чтобы чего-то там еще жестить в стране ему точно не надо было а вот как информационно это самое ну очень на то похоже ну посмотрим будут еще одни будет и пищи оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь